В общем-то по рисунку все нормально. Выгребим, выгребим. Нормально. Уложишь. Чуть с розовиной уложишь. С теплиной этой рыжиной. Из-под девушки, из-под теневой свет уложишь. Мордуль собачкин. Я примерно раздаю направление пятен. Я горда была, что я ее там не привыкла. Все начнется. Мордуль. 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 Ой, я не могу, Игорь, не надо, я поспорки вырезаю, не в чем. Нет, на самом деле это просто удача, это было удача, хотя все равно ее придется поправлять, это просто была волна, волна отрезанного, сколько эту волну не сделай, все равно профили появятся, да нет, ты просто этого не делала, поэтому для тебя это чудо, а на самом деле простейший, можно, конечно, было бы притвориться гением, но это не то. Ну и, конечно же, куча этих крупных мазков, крупных, глянцевых, да, вот таких. Сначала забей то, что есть, преврати в крупный мозаичный характер укладки, крупный мозаичный, поменьше полосатости, поменьше полосатости, то есть доводи, не до полосатого. Красиво, красиво, очень красиво, настоящий импрессионист укладывал, частично, частично можешь оставить, уже очень красивое пятно. Чего? Можно там чуть-чуть, не-не-не, можно, чуть-чуть там можно. Когда ты положишь вот эти вот крупные мозюльки, эти станут уместными. Просто у тебя появятся вот эти вот звуки, они будут начнут обрамлять, ну что очень классный кусок. Ну и красок себе выдавить, что-то у тебя дефицит, дефицит сильно. Ну очень сильно. Голубой, коричневый, да, очень темный цвет. Не синько-коричневый, а именно голубой. Давай так. То есть я вот это вот все... Наполняешь, да, крупным, спотлевочным, мозаичным мазком. С этим ритмом. Ритмом укладки вниз по этой траектории, по косой траектории. Очень хорошо. Это я зажатый пакет. Очень хорошо. Это у меня уже... Моря-то не раньше нарисовала, может мне... Красиво все, красиво. Ой, какая, какая шикарная. Я знаешь, как мучаюсь, я понимаю, что... Ой, какая она круглая. Ой, какая она техничная. Что? Да, а... Обалдеть. Знаешь, как я мучаюсь? У меня все это... Нет, да, движение. Я так не понимаю, как делать белые плоскости. Очень, очень. Круглая такая. Вот, вот я уже потом... Ладно, так, а здесь не нужно ее положить? Единственное, жалко, да, что придется ее поднять, а то она... Да, она сейчас подняется. А я знаешь, что, по сути, на... Я же так еще покажу тебе, думаю, осталось делать то, что мы в прошлый раз с тобой рисовали. А с этими делами, с костями, я думаю, я... Чего? Ничего не доделали. Такой некоприем, может быть, ночью, вечером. Тут есть нарядность вот такой, вот такого характера нарядность, я бы ее подсунул. Вот. Очень удачные у нас здесь мазочки. Да? Я бы что сделал? Я бы по-сухому протянул бы ручечку и сохранил бы этот шелковый характер. Ну, там же чуть-чуть осталось. Вот здесь, чуть-чуть ярких, нарядных пятен. Я вот они вот сама уже... И еще чуть-чуть, и слишком полосат. Все-таки излишняя полосата. Успокоить эту полосявину. Как она успокаивается? Ну, тоже чуть-чуть. Вот до того, что штрихом. Смотри, есть у него там такие пустотные места. Вот такие пустотные. То же самое, чуть-чуть пустоты подпустить. Молодец, я тоже. Я вчера не могу делать. Вот это вот солнце, да, чуть-чуть подбросить в картину? Да. Подбрасываю, так. Ну, конечно, только она же, а она же еще и повторяется. Ну, что, я сейчас... Супер, супер. Я не знаю, как он. Кисточка или все, если я тебе начала обретить. Ты можешь сначала сделать... кистью. Все сделать это кистью. А потом придавить краску мастихином. И комар носа не подточит. То есть язык письма сохранится. Ну, что, сегодня все уже прям вообще не ходят. Да и мордочку, и эту мордочку, и ручечку. Я начала мордочку, я ее скукрасила. Главное, что ты все эти вещи решила. Я уж не сомневаюсь, что ты уточнишь правильно. Нет, я домой-то не хочу брать, я бабусь. Хорошо, хорошо. Ну, я имею в виду, что... Это ты уточнишь, а за эту пятерку. Ну, это просто вообще мне бальзам на душу. Я приду, а потом... Я тебе скажу, с чем я мучаюсь. Ну, то, что мне стало... Не, ну, очень, очень умный делатель. Пыталась сохранить эту легкость. Отлично. Да ладно, да ты что, справляешься идеально вообще, шик полный. Думаю, что-то легкое. Да это ж легкое. Для тебя, смотри, легкое. Смотри, что-то она вытворяла. Немножко бирюзовых, правда, не хватает. Или самых. Вот таких. Да, ну да. Сейчас где-нибудь белило сопру. Да, даже вижу, с претенки хватает. Вот они, не хватает их, да? Да. Чуть-чуть не хватает. Да, ну, молодец. Вообще, я не знаю. Просто молодец. Любую технику, которая не попадает в руки, совсем справляется. Я захватываю раз, и у меня тут захватывается. Это необычный круг. Видишь, что девочки? Ну ладно. Почти, я не знаю. Я тебе потом прибежу на мастер-машину. Если не кажутся, ничего не выходит, то ладно, вот это вот. Разик. Так, вот, прям все размазано. Стал злой. Да, ну, это просто. Причем, даже несмотря на то, что мы часть работы здесь выполним кистью, мы потом мастихином попридавим то, что мы сделали кистью, чтобы было ощущение, что даже это сделано мастихином. Ну, для того, чтобы был цельный язык исполнения. До свидания. Нет? Приходи. До свидания. Ага, до свидания. Приходи. Я когда-то карпеты карандашом рисовала. Ой, с восковой. Это еще пока не расходовала. Ну, собачку чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, ручечку. Ручку вот этого же светленькой нужно. Ну, что, не знаю, брать домой и дома дорисовать. Да, конечно, дорисовать. Господи, там пару движений. Особенно сейчас, завтра она будет сухая. Чуть-чуть-чуть тронешь. Ну, потому что трудно сейчас будет здесь. Зачем не надо думать, как-то не очень получилось, по-моему. Вот это посветлее тоже стереть? Да, многовато груди у нее. Многовато и живота у нее. Она должна быть девочкой, а не тетенькой. Немножко... Белил только у тебя не чуть-чуть. Вот эти чуть-чуть, да? Чуть-чуть не хватает. Ну, первое тетенька. Все, вот чуть-чуть, все. Пока, мастер.